Библейский портал экзегет.ру представляет А именно, окрестные народы не хотят, чтобы иудеи восстанавливали свой храм, опасаются, что усиление иудеев будет означать их собственное ослабление, и, собственно, эта земля у них будет отнята. Поэтому они пишут письмо персидскому царю Дарию с предложением запретить строительство храма, поскольку, дескать, это мятежный город, Иерусалим давно восставал против царей, ничего хорошего там не было. Царь Дарий соглашается с этой логикой и запрещает строительство храма, а местные жители, они довольны, но вместе с тем иудеи продолжают потихонечку строить свой храм, вступая в новую переписку с царским двором о том, что на самом деле это было повеление царя Кира. Интересно, что здесь вот как раз показана такая модель отношений с государством, не дружественным государством, но и не государством таким зверским, как, например, там, Вавилонская или Ассирийская империя в ранние, по крайней мере, свои периоды, когда они только завоевали Северное царство, был завоеван Ассирией, Иерусалим был завоеван Вавилонией. А Персидская империя такая достаточно позволяет им свободу выбора, свободу вероисповедания, дает им возможность построить этот храм, и поэтому ссориться с ней не надо. Да и вообще не надо ссориться с теми, кто сильнее тебя, с теми, кто обладает властью, а нужно просто потихонечку делать свое дело, если спрашивают, то объясняют. И поэтому, наверное, очень подробно приведена эта переписка. И в конце пятой главы мы видели письмо от, собственно, иудеев царю Дарию, где они предлагали ему проверить, была ли в самом деле царем Киром поставлена такая задача построить храм. Тогда царь Дарий издал указ, чтобы поискали сведения об этом в книгохранилище при царской сокровищнице Вавилоне. Один свиток был найден в укрепленном городе Экбатаны в области Мидии. Ничего себе, какой у них беспорядок, да, то есть царские указы. Случайно сохранилась одна копия где-то на периферии. А в нем такая памятная запись. Первый год правления царя Кира, царь Кира сдал указ о Божьем храме в Иерусалиме. Пусть отстроят храм на том месте, где приносили жертвы. Там пусть заложат его основание. Пусть он будет 60 локтей в высоту и 60 локтей в ширину. Локтей примерно полметра, то есть около 30 метров. Три ряда тесаных камней и один ряд из дерева. Средства пусть будут выделены из царской казны. Опа, оказывается тут еще и средства должны были выделить, а до сих пор их никто, собственно, и не выделял. А золотая и серебряная храма в Утваре, которая была захвачена Новоходоносором в Иерусалимском святилище и принесена в Вавилон, пусть будет возвращена в Иерусалимское святилище на прежнее место в Божьем храме. Ну, это сделано было, хотя прежнего места еще даже и не было. Дарья ответил, «Теперь наместник Заречи Таттына и Шитар Бузна и Сотоварищем и чиновниками Заречи прочь оттуда. Не препятствуйте работе в этом Божьем храме». Смотрите, какая история. Эти противники, среди них, между прочим, губернатор провинции, они обратились к царю с тем, чтобы это все было запрещено. Но вышло так, что, собственно, это способствовало только самому делу, а вовсе не его запрету. Да, потому что выяснилось, что, оказывается, царская казна должна была обеспечить строю материалов. Это вообще все это проект великого царя Кира, который никак нельзя остановить. «Не препятствуйте работе в этом Божьем храме. Пусть наместник Иудеи с иудейскими старичными отстроит этот Божий храм на прежнем месте. Вот вам мой указ. Содействуйте иудейским старичным в строительстве того Божьего храма и неукоснительно снабжайте этих людей за счет царя из собранных в заречье податей, чтобы работа не прекращалась». Да, то есть, они послали жалобу, вот тут иудеи что-то такое строят, немедленно это все запретить, прекратить. Сначала вроде как запретили, а потом не только не запретили, но их еще обязали оплачивать строительство этого храма и всячески им помогать. Нечего было суетиться. Вот как Господь вмешивается в историю с точки зрения автора этой книги. Ну, уже не так, как было когда-то, когда там огонь с неба Содома Гоморру сжег, когда там солнце в небе встало, до сих пор непонятно, что это такое во времена войны Иисуса Новина, а это может быть и действие через какие-то вот простые такие, знаете, придворные интриги, через бюрократическую переписку царя со своими губернаторами. Все, что будет им потребно. Тельцов, баранов и ягня для всесожжения Богу Небесному. Муку, соль, вино и масло, сколько скажут священники в Иерусалиме, все им давайте изо дня в день без опущения. И пусть они приносят жертвы, приятные Богу Небесному, и молятся о жизни царя с его сыновьями. Ну, с точки зрения царя, может быть, это всего лишь такая предосторожность. Вдруг этот Бог истинный, помолимся ему тоже, тем более, что есть желающие, зачем им в этом препятствовать. Тем не менее, и это хорошо, да, то есть, можно использовать любую возможность, что они и делают. Вот мой указ. У всякого, кто воспротивится этому указу, все еще царь, пишет Дарий, у всякого, кто воспротивится этому указу, пусть разрушат дом, возьмут из него бревно, поставят прямо и насадят на это бревно того человека. Ну, дальше пошли обычные восточные жестокости. И Бог, пожелавший дать имя свое тому месту, пусть не извергнет любого царя или народ, которые простерли бы, вопреки этому указу, руку во вред тому Божьему храму в Иерусалиме. Я, Дарий, издал этот указ, да будет он неукоснительно исполнен. Тогда наместник заречи Татанаеша, Тарбознаеса, товарищами поступили в точности, как написал им царь Дарий. А иудейские старейщины успешно продолжили строительство по пророчеству пророка Агеи Захарии, сына Идо. Вот есть пророчество, а есть переписка с царским двором. Две, казалось бы, абсолютно несовместимые вещи. Но в замысел Божий укладываются обе. И ни одним, ни другим не нужно пренебрегать. Строительство было завершено по повелению Бога Израиля по указам персетских царей Кира Дария и Артаксеркса. Храм этот был построен к третьему дня месяца Адар, шестого года правления царя Дария. И сыны Израиля, и священники, и львиты, и все остальные, кто был прежде в изгнании, осветили этот храм с ликованием. На освящение этого Божьего храма они принесли в жертву 100 быков, 200 баранов, 400 ягнят и еще 12 козлов, в жертву за грех всего Израиля по числу израильских племен. Для служения Бога в Иерусалиме были назначены священники, разделенные на череды, и львиты, разделенные на группы, как записано в книге Моисеевой. А череды и группы, ну то есть, они не все вместе, да, а они посменно, что называется, служили, приходила одна череда, потом ее сменила другая. Мы даже вот в начале Евангелия от Луки встречаем упоминание родителей Анны Крестителя, вот он священник Захарии с такой-то череды. А в 14-й день первого месяца те, кто были прежде в изгнании, отпраздновали Пасху. Ну опять-таки, как предписывается Моисеевым законом, получается, что они не праздновали ее раньше. То есть, Пасху тоже нужно праздновать, когда есть храм, когда есть какая-то возможность это совершить. Священники к тому дню очистились, как и львиты, и были все, как один, чисты, и заклали пасхальную жертву для всех, кто прежде был в изгнании, и для собратьев своих священников, и для себя самих. Эти жертвы, еле вернувшиеся из изгнания сына Израилева, и все, кто отделился от языческой нечистоты, и обратился к ним в заскою Господа Бога Израиля. Это очень важная деталь. То есть, вернулись израильтяне, но к ним присоединились и окрестные народы. Дверь не была закрыта. Мы рассуждали о том, почему израильтяне не захотели помощи окрестных народов в строительстве храма. Они же сначала предлагали. И не было бы этого конфликта. Отлично. Помогли бы. Но они помогали-то на своих условиях. То есть, о, у нас тут много богов, вы-то со своим пришли, давайте мы его тоже обижать не будем, ему тоже рядом с Валом, со стартой тоже святилище построим, всех их будем вместе почитать. Будет нам хорошо. Вот этого было немыслимо допустить. И, собственно, плены понимаются как наказание за уклонение в язычество. Поэтому картина очень проста. Израильтяне почитают единого Бога. Ты хочешь его почитать, ты можешь стать израильтянином. Это не закрыто. Пасхальная жертва для тебя тоже доступна. Но ты не можешь войти со своим Валом. Ты не можешь оставаться язычником, если ты присоединяешься к ним. Есть рубеж, его надо перейти. Семь дней исправляли они с радостью праздник опресноков, но, собственно, другое название Пасхи. И радость эта была от Господа. Он склонил на их сторону ассирийского царя, а тот помог им строительство Божьего храма для Бога Израиля. Ну, строго говоря, персидского. Но ассирия — это такой образ вообще всякого жестокого царства, которое владеет землей, где живет народ Божий. И от решения правителя этого царства, собственно, зависит его судьба. Обратим внимание, что, казалось бы, абсолютно посторонний для сути, для строительства храма, для жизни израильтян на этой земле разговор между тремя сторонами, израильтянами, персидским царем и другими народами, которые хотят израильтянам помешать, он так подробно приведен, потому что вот в этой священной истории в ней нет незначительных деталей. И история эта, она служит своего рода моделью отношений в дальнейшем израильтян и христиан и языческих, не христианских, не единобожных государств, на территории которых они живут. Я напомню, что принцип полной лояльности, но вместе с тем есть лояльность выше этой лояльности, да, лояльность заповедям Божьим и пророчествам, которые требуют восстановить храм. Вот они делают свое дело и спокойно объясняют, почему они его делают здесь, им это очень хорошо удается. Государство, в конечном итоге, склоняется на их сторону. Это, конечно, не всегда бывает, но эта модель, она во многом и останется на будущее. Продолжение следует...